Всем привет! На прошлой неделе у нас были теоретические сборки с AMD. В сегодняшнем выпуске посмотрим, что сейчас можно собрать для игр на Intel. И про мудинг проект никто не забыл, он в процессе, просто мы не хотим его разбивать на 100-500 выпусков. Как доведем до смотрибельного состояния, выпуск сразу появится на канале, ну и скоро в инстаграме будут спойлеры. Сегодня сборочки собирать будем также в Ситилинке, и, естественно, все ссылки на сегодняшние сборки будут в описании. С Intel, с одной стороны, проще собирать, потому что практически ничего не гонится, а то, что гонится, не особо имеет смысла к покупке. С другой стороны, сложнее, потому что с материнскими платами не очень веселая ситуация, но сейчас поймете, о чем идет речь. Давайте сначала накидаем в корзину, ну, все самое необходимое, то, что требует на меньшее количество комментариев. Это корпус, жесткий диск, там, блок питания. Корпус все по тому же принципу. Кому-то хочется закаленное стекло и что-то такое дорогое, красивое, кому-то нужна просто коробка, поэтому я кидаю условный тот же Accord E01, просто коробка для компонентов. Жесткий диск также кидаю условный терабайтник, цены на них по-прежнему плюс-минус 100 рублей одинаковые, тут берите, кто вам ближе к сердцу и больше нравится по отзывам или по личным убеждениям, но примерно в 2800 рублей вам обойдется эта игрушка. Ну и блок питания, естественно, единственный неповторимый FSP PNR600. Теперь оперативная память. Вот тут уже есть о чем поболтать. В принципе, у нас два варианта развития событий. Во-первых, можно взять все те же обычные зеленые самсунговские планки, которые с коробки держат 2400, но гонятся до 3, в некоторых случаях даже до 300-200 МГц. Но дело в том, что у Интела нет процессоров, которые с коробки поддерживают частоту выше 2600 на данный момент. Некоторые как делают? Берут Z-материнку, ставят память, гонят память, ну а процесс работает в стоке. В принципе, рабочий вариант, но вы переплачиваете в таком случае за материнку. Если вам не хочется разгонять, вам вообще не хочется думать про частоту оператив, можно взять что-то, что из коробки имеет 2600 МГц. Самое дешевое, первое, что бросается в глаза, это планки от Crucial. Они неплохо выглядят, есть радиатор и держат частоту 2600 МГц. Они туговато гонятся, не берут выше 2800 или в некоторых случаях выше 2900 МГц. Но опять же, если вас это не интересует, то это вообще не проблема. Но, в общем, рассказал, объяснил, там решайте сами, я просто их кину в сборку. Ну и давайте перейдем теперь уже к самым важным и решающим компонентам системы. Начнем с процессора. И первый вариант сборки пусть также будет побюджетнее. Начнем с i3-800. 4 ядра, 4 потока, частота 3,6 ГГц, без турбобуста. В принципе, это что-то вроде i5 предыдущих поколений. А если сравнивать с современными Ryzen, то это примерно 1400. По фреймрейту там все плюс-минус одинаково, но, правда, в некоторых случаях у Ryzen будет преимущество из-за большего количества потоков. Ну и видеокарта. На встроенном итовском видеоядре особо не поиграешь, и в то же время ставить к i3-800 или к бывшему i5, по сути, что-то слабее 1050 Ti особого смысла не имеет, при том, что самый дешевый вариант 1050 Ti по-прежнему стоит около 12 тысяч рублей. Ну и вот мы уже получаем 30 тысяч, и нам еще осталось разобраться с материнской платой и системой охлаждения. Ну давайте, наверное, с простого, опять же, кулера. Всегда есть вариант взять что-то наподобие боксового кулера, то есть просто кусок алюминия с каким-то очень дешевым вентилятором за 300 рублей, но в то же время почти всегда под руками оказываются дипкулы. Тот же Gammax 200T с двумя медными тепловыми трубками, его, в принципе, хватит даже для i5. И подозреваю, что для i7, вот это мне лучше проверить, прежде чем утверждать, но для i5 точно. Для i3 это даже немного перебор, но, с другой стороны, сам себе кулер хороший за 800 рублей. Думаю, стоит взять. Ну и держим в голове, что, в принципе, 500 рублей можно сэкономить, если будет такая необходимость. Ну и материнская плата. И вот с материнскими платами уже начинается самое интересное, поэтому я оставил их под самый конец сборки. У Intel сейчас есть 4 актуальных чипсета. Это H310, B360, H370 и Z370. Но H310 из них самый простой и дешевый. У него меньше, чем у остальных USB портов, SATA портов. Но что самое, наверное, очевидное и заметное, это меньшее количество слотов под оперативку. То есть у H310 материнки будет максимум 2 слота под оперативку. И H310 материнки стоят... Так, где моя вкладка с материнками? Вот. Они стоят в районе, там, 4400-4500 рублей. Вариант с четырьмя слотами под оперативку, можно прямо это отсортировать, количество слотов в памяти 4, начинается от 5500, ну, 5400, хорошо, вот тот же гигабайт, и потом поехали 5700, 5900. И просто ради интереса Z-чипсет. Ну и вот, в принципе, материнки Z-чипсетом начинаются от 6 или 7 тысяч рублей. Это единственный чипсет у Intel, который поддерживает разгон. И за 6-7 тысяч мы, естественно, получаем самые простые варианты, даже без охлаждения на цепях питания. Если в случае с i3 или с i5 это не критично, если вы хотите взять Z-материнку только для разгона памяти, то окей. Если вы хотите сюда поставить в перспективе или даже сразу i7, на данный момент 6-ядерный, 12-поточный, его разогнать, то возьмите вариант подороже, ну, или приколхозьте, конечно, всегда это выход, ну, либо взять что-то готовое. И материнки с радиаторами на цепях питания на всех начинаются примерно с 8 тысяч рублей. То есть у Intel получается, что материнские платы идут как-то очень плотно друг к другу по цене, но при этом имеют огромный разбег или огромную разницу по характеристикам, по функционалу. Если у AMD B-материнки достаточно для всего, в нее можно поставить любой процессор и разогнать вместе с памятью, то у Intel это только на Z-чипсете такая радость доступна. Ну и, в принципе, как вы видели, самый дешевый Z-чипсет стоит не сильно дороже, чем H310. И я даже не знаю, что в этом случае лучше посоветовать, потому что тут все индивидуально. Зависит от вашего подхода к компьютеру и что вы от него хотите. Чтобы просто все работало из коробки и ничего не трогать, тогда вам хватит H-чипсета или лучше B360, если вы хотите поставить много оперативной памяти. Если хотите ставить i7, чтобы все было прям вообще хорошо, то тогда материнка обойдется примерно в 8 тысяч. Но для самой бюджетной из сегодняшних сборок, я думаю, остановлюсь все-таки на B360 варианте. То есть, да, без разгона, но 4 слота под оперативку, и, в общем-то, все необходимое есть. С другой стороны, разница между самой дешевой B-материнкой и самой дешевой Z-материнкой всего 900 рублей. Ну, Z-материнку потом будет проще на авито продать, поэтому давайте, наверное, все-таки ее в сборку добавим. Ну, в общем, я ситуацию объяснил. И в таком виде сборка выходит на 38 780 рублей. Не теряя в производительности, сэкономить можно, ну, на материнской плате, это я сейчас долго объяснял, то есть, можно 2 тысяч примерно выиграть и опустить цену до 306 780 рублей. И также на кулере еще рублей 300 можно сэкономить, ну и, по сути, все. А, еще отказаться от корпуса можно, это всегда вариант. По сути, сильно уже здесь ничего не выжмешь. Тут может появиться логичный вопрос. Раз уж мы добавили в сборку Z-материнку, то почему бы не кинуть хотя бы разгоняемый i3, например? Ответ очень прост. Разгоняемый i3, который называется i3-8350K, в OEM-ном варианте, то есть, в самом дешевом, без коробки и без кулера в комплекте, стоит 12 250 рублей. Это все те же 4 ядра, все те же 4 потока, но теперь его, да, можно разогнать, там, до 4,8, например, гигагерц. Но доплатив всего 700 рублей, мы уже можем позволить себе i5-8400, а это шестиядерный процессор. Просто шестиядерный, шестиядер 6 потоков, и при нагрузке на все ядра он работает на частоте в 3,8 гигагерц. Ну и в том же Battlefield или Assassin's Creed i3 разгон не поможет, там i5 себя покажет гораздо лучше из-за большего количества ядер. Ну и, собственно, следующую сборку предлагаю собрать уже на i5-8400, но, правда, тут особо даже менять ничего не придется. Из текущей сборки, собственно, нужно убрать только процессор и видеокарту, все остальное можно оставить. Итак, добавляем i5-8400. Ну и видеокарта. Сюда напрашивается минимум GTX 1060 или даже 1070, но 1070 тоже дороговато, а 1060 это прям самое топ по соотношению цена-качество. По цене, опять же, я не думаю, что с прошлой недели прям что-то кардинально изменилось. Все так же самый дешевый это Palit за 2900. И к Ryzen я предлагал поставить что-то с двумя вентиляторами. Вот есть Palit за 22, но если смущает Palit, есть Gigabyte за те же 22 или MSI за 22. Смотрите, выбор огромный, вообще без разницы в цене. И связка из i5-го процессора и 1060-го GTX, ну и вот и всего остального, обходится в 53 580 рублей. Ну и сюда еще, опять же, можно добавить SSD-шник под систему, и тогда мы получим где-то 54-55 тысяч. Сэкономить здесь, ну, так же, как и с i3, можно взяв более дешевую материнку без разгона. Вентилятор, правда, дешевле уже брать не советую, ну, вентилятор, в смысле, кулер для процессора. В общем, плюс-минус 55 тысяч рублей. И тот же вопрос, брать ли процессор под разгон, раз все равно в сборке мелькает Z-материнка. i5, который с буковкой K на конце, который можно разогнать, он стоит 18,5 тысяч рублей. Причем боксовый вариант, не боксовый, вот на момент записи нет в наличии. Ну и, естественно, вот уже выглядывает ACM8700 за 21 900. Конечно, разница уже больше, чем между i3 и i5, но все равно, доплатив 3,5 тысячи рублей, вы уже получаете 12-поточный, ну, почти топовый процессор. Единственное, что, опять же, 8700 будет без разгона, и 8700K обойдется в 25 тысяч рублей. И что касается 8700K и сборки с ним, ее я делать сейчас не буду и объясню, почему. У Intel через пару месяцев, а может быть даже чуть раньше, обновится процессорная линейка. Если в плане i5 и i3 ничего особо интересного не произойдет, просто появятся модели с чуть более высокой частотой, то в плане топового сегмента должен выйти, ну, судя по слухам, уже 8-ядерный, 16-поточный i7. И, возможно, нынешние i7, во-первых, подешевеют, во-вторых, пока непонятно, что там будет с материнскими платами. Вроде как должны появиться новые материнские платы, можно ли будет поставить новые процессоры вот в текущей материнке, не совсем понятно, или будет ли работать вот этот 8-ядерный 16-поточный i7 на текущих материнках, тоже до сих пор большой вопрос. В общем, собирать топовую систему вот прямо сейчас на Intel – это не самая лучшая затея. Ну и в плане видеокарт тоже самое. Да, можно сейчас купить GTX 1080 Ti, потому что, ну, это самое то в пару к i7, раз уж вы берете настолько мощное и дорогое железо, то как бы без вариантов. А i7 с 1060-й – это очень странно. В любом случае, у NVIDIA тоже должна вот-вот выйти новая партия видеокарт. И если мы вспомним, как NVIDIA запускала, ну, несколько своих последних, как минимум, поколений видеокарт, то в продаже появляются сначала в случае с 9-м поколением – это 980 и 970 карточки, с 10-м поколением – это 1080 и 1070, соответственно, и все остальное только сильно позже. Поэтому новые бюджетные варианты и среднебюджетные нужно будет ждать к зиме 2018-го или даже к весне 2019-го года только. Поэтому если мы сейчас соберем среднебюджетную систему, опять же, ну, в кавычках, наверное, но все равно за 40-60 тысяч, то этот компьютер будет свежим и актуальным, ну, как минимум, до середины следующего года, и там вы все равно не будете сильно страдать. Это будет все еще хорошая среднебюджетная сборка. А вот если собрать топчик вот прямо сейчас, то он устареет уже через месяц. Поэтому в случае вот с самым-самым дорогим и новым железом я бы еще несколько месяцев подождал. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что было интересно и полезно. Как и обещал, ссылки на сборки будут в описании. Также ссылки на нашу группу ВКонтакте, Инстаграм, в котором раньше всего появляются тизеры и спойлеры. Если вам интересно знать раньше всех, что мы тут снимаем, какие ролики готовятся, то добро пожаловать в Инстаграм. Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, если вам здесь нравится. Ну и увидимся в новых выпусках. Пока!